А однако взглянув на него, мельком королева ощутила в себе какой-то необъяснимый ужас, что и высказала Фреолине. Это был именно тот пивовар Саптер, который впоследствии заявил себя таким врагом королевской фамилии и присутствовал при казни короля. Известный марбургский профессор математики Бэма, однажды находясь в приятном обществе, вдруг почувствовал неодолимую потребность идти домой, хотя ему там совсем нечего было делать. Войдя в свою комнату, он почувствовал новое непреодолимое побуждение, переставить свою кровать с прежнего места на новое менее удобное, чему подчиняется, хотя и неохотно. Сделавши это, он возвращается в общество, там он оставался ужинать, а в десять часов возвратился домой и лег спать. В полночь он просыпается от сильного треска и грохота, встает и видит, что тяжелая балка с досками упала на то место, где ранее стояла его кровать. Девенация, касающаяся близких. Императрица Жорсофина, супруга Наполеона I, славилась чрезвычайно развитой способностью предвидеть результаты предприятий своего супруга, именно неудачных. Кроме того, она несколько раз спасала жизнь Наполеона I предвидением грозивших ему заговоров. Макс Симон говорит об одной своей знакомой, что она во время недолговременного отсутствия из своего дома поспешила домой с уверенностью, что ее сестре, которую она оставила совершенно здоровой, грозит серьезной опасностью. Едва она переступила порог дома, как ей сказали, что ее сестра, с сестрой случилось сильное кровотечение из горла, что ее жизнь в опасности. Девенация, касающаяся чужих. Лихтенберг, ложась вечером в постель, вдруг почувствовал какой-то неодолимый страх перед огнем и как бы прилив тепла в своих ногах. Вслед за тем послышался звон пожарных колокольчиков, но пожар был в очень отдаленном доме. Погодин сообщает среди многих случаев предсказаний чужой судьбы один замечательный случай подобного рода. Когда одному офицеру, Каховскому, предсказал судьбу совершенно неизвестную ему, призванный им по делу каретник, что он будет повешен. Предведение смерти Король французский Генрих IV имел определенное предчувствование своей насильственной смерти и в день своей смерти говорил своему приближенному селью, «Друг мой, мне бы не надо совсем выходить. Я знаю, что со мной сегодня случится несчастье». Жан-Поль Рихтер за 30 лет предсказал месяц и день своей смерти. Профессор Погодин сообщает много замечательных случаев предсказаний смерти, рассказанных подробно и живо, например, про Татищева из времен царства Неператрицы Елизаветы Петровны, который, будучи вполне здоровым накануне своей смерти, причастил со святых тайн и велел рыть себе могилу и другие. Причустия разных опасностей и бед Пастор Дод в один вечер почувствовал потребность посетить своего друга, жившего в расстоянии и миле от него, сам не отдавая себе отчета в цели своего визита. Все в доме спали при его приходе, исключая самого друга, отворившего ему дверь со словами «Сам Бог послал вас ко мне». Я растатил деньги своих детей и вот в моем кармане веревка, которую я хотел покончить с собой. Профессор математики в Броштоке, после посещения друзей, во время которого были богословские разговоры, идет в библиотеку достать нужную ему для справки книгу. Тут он вдруг видит самого себя записанным столом на своем стуле, и это другое его «я» указывает пальцем на раскрытую перед ним Библию, именно на место из порога Исаия. «Управь свой дом, ибо ты умрешь!» 38.1 Испуганно он возвращается в общество, где напрасно его старается успокоить. Он твердо стоял на том, что должен умереть, и торжественно простился со своими друзьями. Действительно, на следующий день он умер. «Один молодой человек, сообщает Макс Симон, поехал распобедаться со своими родителями и встретился по дороге с двумя офицерами, с которыми он условился ехать вместе на почтовых. Когда он должен был сесть в карету, он почувствовал какое-то странное чувство, которое как бы парализовало его. Сесть в карету ему казалось невозможным. Офицеры, заметившие изменения в чертах его лица, спросили его, что с ним. Он объяснил им, в чем дело. Они предложили ему помочь сесть, но молодой человек отказался окончательно. Офицеры уехали, он остался, но вскоре волнение прошло у него, и он воспользовался первым удобным случаем, чтобы продолжать путь. Когда он подъехал к берегам Эльбы, то увидел собравшуюся толпу народа. И на его вопрос, что случилось, ему ответили, что какая-то карета с лошадьми упала в реку, и что два офицера, сидевшие в ней, утонули. Еще случай. Однажды аббат Монт-Морен вошел в церковь святого Людовика и опустился на колени, чтобы молиться, как вдруг он почувствовал сильное желание переменить место. Не находя нужным подчиниться этому чувству, он продолжал молиться, но наконец им овладело такое волнение, что он встал и пошел в противоположную сторону церкви. Не успел он опуститься на колени, как упал камень со свода на том месте, где он стоял прежде. Много подобного древнее сообщает о Сократе. Сократ принимал участие в неудачной битве под Делием и во время отступления не захотел вместе с прочим бежать по одной из трех дорог, но выбрал совершенно иную. На вопрос, почему он так делает, Сократ отвечал, что его не пускали демон, те, которые бежали другой дорогой, наткнулись на неприятельскую конницу. Сосерон говорит, что подобных доказательств предведения Сократа собрано многое множество антипатрам. Максимен рассказывает следующий случай, бывший с его отцом. Девинация народного и всемирно исторических событий. Примеров ее множество у разных народов и в разные времена. По Гомеру Калхаз предсказал девятилетнюю осаду Трои, Эсхил в своем прикованном Прометее, падение и язычество, Платон и Вергилий, пришествие Логоса, Мессии. Иосиф Лави, полководство Веспасиану предсказал, что последний будет после Нерона императором. В средние века прорицаниями прославился знаменитый Ава Бернард Клервовски. Он предсказал, например, исход второго крестового похода. Ледовику VI, королю Франции, враждовавшему с церковью смертью его сына Данте, умерший в 1321 году, великий поэт средних веков. В своей божественной камине предсказал падение, папство и реформацию, за что называется часто пророком реформации. Савонарова, к отличавшему его дару прозорливости, которому удивлялись современники, присоединял дар к пророчеству. Так он предсказал, например, во время полного мира между Италией и Францией, нападение на Италию короля французского Карла VIII, судьбу медицисов во Флоренции и тому подобное. О Нострадамусе, родовреми на юге Франции, 1503 год, и умер профессором медицины в Монт-Пелье, 1566 год. Существует обширная литература. Многие его предсказания замечательны по буквальной точности исполнения, в отличие от общей характеристической черты, дивинации, приблизительности. В своих знаменитых четверостишиях он предсказывает отдаленнейшие события французской истории, относящиеся ко временам даже Второй империи. Так, думает, он предсказал главнейшие события периода времен 1789-1993. Французскую революцию, казнь короля, кровопролитие в Париже и напрасные попытки к возвышению принца Орлеанского. Из многих новейших предсказаний известно предсказание Лейбница о французской революции. Древняя классическая литература, греческая и римская, полна свидетельствами всеобщей веры древнего мира в дивинацию. Во-первых, здесь в сочинениях Цессерона, Плутарха, Тита, Ливия, Сенофонта, Геродота, Платона и других, собрано множество фактов или образчиков дивинации в древнее время. Во-вторых, здесь мы находим весьма ясно высказанное мнение о способности человеческой души к знанию будущего. Не считая нужным приводить эти классические образцы дивинации, мы остановимся несколько на загадочной личности Сократа, поражавшего всех древних чрезвычайно развитой способностью проникать в будущее, и служившего для них наглядным доказательством существования в человеке и такой способности, особенно заметно проявляющейся лишь у некоторых немногих лиц. И писатели нового времени посвятили немало исследований для решения загадочного вопроса о демоне Сократа, голосу которого он приписывал свои предсказания, и который руководил его поведением, удерживая ее от неразумного и вредного. Древние, как и сам Сократ, приписывали этот голос божеству, а одни из новых видели в нем голос совести, тоже голос божества, нисколько не объясняя его пророческого характера. Другие с психологической точки зрения выдавали голос Сократа, Сократова демона, прежде всего за внушение его собственного высшего Я, в котором обнаруживались и дар пророческий, и совесть. Третий, наконец, считает голос Сократова демона за простые слуховые галлюцинации, а пророческое содержание этих галлюцинаций, следовательно, гениальными мыслями и идеями, возникавшими без ведома самого Сократа в глубине его гениального ума, имея перед собой такое живое доказательство существования дивинации, каким был Сократ. Древние поэты и философы не колебались приписывать человеческой душе прирожденную способность предведения и предчувствия будущего. Всем известно, что в пифагорейской школе, по примеру Пифагора, не только теоретически признавалась пророческая способность, но и практиковалась мантика в ее различных видах. Эмпедокл приписывал эту способность только избранным душам и то к специальной области. Поэту в области поэзии, доктору медицины и так далее. Вера в предчувствие у Сократа засвидетельствована ясно во многих местах сочинения Платона и Ксенофонта, его учеников. Большей части Сократ приписывал знания людей о будущем прямым откровениям богов, но отчасти о основании для него он искал в самой душе человека, что особенно мы замечаем у его учеников. Платон для многих пророчеств не считает нужным воздействие божественное, приписывая их способности души при известных условиях знать будущее. Она проявляется в людях, ведущих серьезную, правильную, разумную жизнь, заботящихся больше о духе, именно о разумной его части, чем о теле. Ксенофон держит сомнение, что душа собственными силами способна узнавать будущее силу своего родства с божественным духом, в особенности в некоторых своих состояниях, например, перед смертью. Аристотель, отвергаясь сверхъестественное основание для мантики, то есть откровения богов, тем не менее, отчасти признавал ее, поскольку она основывается на естественной способности человеческой души предчувствовать и знать будущее прирожденной человеку. По Аристотеле душа узнает будущее не следствие откровения богов, но в силу своей собственной природы. И эта способность проявляется по нему в некоторых особенных состояниях, например, во сне и перед смертью, а также в некоторых психопатопатологических состояниях, например, в меланхолии и экстазе, Плутар принимает врожденную пророческую способность души, дремлющей в ней, пока не вызовет ее какое-нибудь физическое нервное потрясение, называя такое состояние энтузиазма. В этом состоянии энтузиазма душа под влиянием духа пророческого дрожит, как струна под смычком. В таком состоянии душа делается орудием бога, как тело служит орудием души. Идеи Платона, Ксенофонта, Аристотеля более полное развитие получили в стоической школе. Стоики, например, Хризип и Посейдоний, взявшие по свою собственную защиту мантику, между разнообразными основаниями для нее одно указывали в самом духе человеческом. Дух человеческий в силу своего родства с богами в тех состояниях, когда он отрешается от тела вполне или отчасти, может без помощи богов и внешних чувств узнавать будущее. Таким удобным состоянием является, между прочим, сон, в котором душа, отрешаясь от тела и земных забот, ближе становится к богам и делается более удобным орудием откровения богов. Когда душа, говорит Посейдоний, во сне освобождается от общения и соприкосновения с телом, тогда она вспоминает прошедшее, видит настоящее и предвидит будущее. Хотя люди по самой природе своей общей с богами имеют способность знать будущее, однако обнаружение ее в бодрестном состоянии препятствует то обстоятельство, что тогда люди заботятся более о земном, чем о душе и божественном, и разобщаются с богами, скованные телом. Вместе с тем душа, освобождаясь от тела, погружается в созерцание самой себя, всего своего содержания, того, что она от вечности знает, когда жила в высшем мире духов. Немишний заметит, что по учению историков существует три источника для дивинации. Собственная природа человеческой души, родственной природе богов, прямые откровения богов и соприкосновения души с бесчисленным множеством бессмертных духов, которые наполняют собой весь воздух и в которых ясно отпечатлены знаки истины. Учение стойков о дивинации находится в связи с их учением о судьбе, в силу которого увеличилась способность души проникать в будущее. Поэтому учение «Мировой порядок» представляет из себя необходимое сцепление причин и действий. Но по известным знакам можно узнавать существование причин, из которых должны вытекать известные следствия. Так что всяким событием предшествует известное знамение. «Если соединить в одно целое мнение древних о дивинации, то мы получаем вполне законченное учение о природе и происхождении ее. Древние указывают точные источники дивинации в прирожденной способности магического знания, в общении с сверхчувственным миром бестелесных существ и в прямых откровениях богов. Они почти вполне исчерпывают та же вопрос об условиях дивинации вообще. В древности существовала для этого особая наука или искусство, теория или мантика, в частности магической способности. Главнейшим условием, из которого вытекали все другие, они считали некоторые отрешения души от тела и высшей части, выходя из общего понятия, совершенно верного, о превосходстве чисто духовного начала перед материальным, отсюда все состояния, в которых дух отчасти или вполне становится независимым от тела, и духовное начало в человеке берет перевес над материально-чувственным, признавалось удобными условиями для проявления профитических, то есть пророческих способностей души и вообще ее высших способностей. Сон, смерть, экстаз, меланхолия и тяжелые болезни, понижающие и угнетающие деятельность тела насчет души, являлись именно такими состояниями. Древние даже владели искусством преднамеренно для тех или иных целей ставить себя в положение, удобное для обнаружения высших магических сил души, мантика. Вообще, должно сказать, что по отношению к рассматриваемому нами предмету древность завещала нашему времени именно в спиритуалистической психологии учения, вполне разработанное, не оставляя нам сказать что-либо новое. Задача новой спиритуалистической психологии теперь лежит не здесь, а в исправлении и устранении некоторых недостатков древнеклассической теории. В христианской философии она не может быть принята целиком, уже потому одному, что носит на себе общий всем явлением древности языческий отпечаток. В частности, у стойков теория эта имеет пантеистическую, дуалистическую подкладку. Кроме того, ее посылками служат и другие не христианские элементы древнеязыческой философии. Под одинаковыми словами здесь поэтому часто скрывается глубокое и существенное различие. Вот примеры. Стоики справедливо утверждают, что пророческая способность человеческой души основывается на сродстве ее природы с природой божественной. Так и мы утверждаем, что сродство на основании учения о сотворении человека по образу и подобию Божию и о воплощении Сына Божия. А однако же здесь разница существенная. У стойков наше богоподобие представляется пантеистически, у нас – теистически. По стойкам души человеческие – суть части общей мировой души и ее излияния. По-христиански души – относительно самостоятельные и личные существа, вызванные благостью Божией из небытия к бытию, сотворенные из ничего. Стоики относительно проявления пророческой способности во сне говорят, что это происходит вследствие большей возможности духу в отрешении от тела погружаться в самого себя и там созерцать в своем вечном содержании образа всего сущего. Очевидно для всякого, что тайной посылкой этого взгляда служат заимствования с Востока из Индии учения о вечном предсуществовании душ. Вот почему древнеклассическое учение о дивинации в христианской философии должно быть подвергнутся значительной переработке. Но эта переработка касается не основных положений его, а их аргументации. Основные же положения об источниках и условиях дивинации могут быть приняты целиком, как оно и есть, из христианской точки зрения. Источниками дивинации надо признать душу человеческую, Бога и воздействие духов. Главное условие для проявления пророческой способности души, выставленной древними, должно быть принято именно господство духа над телом и его независимость от чувственности. А приняв это условие, мы должны принять та же исследствие, вытекающее из него, то есть, подобно древним, признать, что естественная дивинация легче обнаруживается у людей, ведущих духовную жизнь. А та же вообще во сне, перед смертью, в экстазе и других необыкновенных состояниях организма, например, в сомнамбулизме и гипнотизме. Во всех этих состояниях более или менее нарушается равновесие между духом и телом, повышением духовной деятельности, что признается, как выше видели и современными учеными. Рассказы о предчувствиях В одном заграничном журнале, издаваемом ученым доктором Эрик Куром, помещен весьма любопытный свод фактов и наблюдений по части предчувствий. О предчувствиях в Париже много говорили по одному, по поводу одного странного события, совпавшего с памятным пожаром благотворительного базара улицы Жан-Гужон. Одна из жертв этой катастрофы монахини Мария Магдалина в мире Юлия Гореве накануне пожара видела во сне, что она мешится в пламени в какой-то громадной раскаленной печи. Сон произвел на нее сильные впечатления, она все утро ходила подавлено и печально, и, уходя из монастыря на базар, распростилась с сестрами самым торжественным образом, прибавляя, что больше их не увидит. Ее напрасно успокаивали, она стояла на своем, а через два часа принесли в монастырь ее обугленный труп. Этот случай чрезвычайно поразил весь монастырь. Все знали, что погибшая сестра Мария Магдалина была очень спокойной женщиной, без всяких нервностей. В роковое утро ее не могли узнать, она была глубоко убеждена, что идет на верную смерть, и ни за что не пошла бы, если бы не дала обещание быть там. В этом странном случае предчувствие выступило чрезвычайно ясно и резко в самом факте, подтверждаемом десятками свидетельств. Не может быть никаких сомнений. Вдобавок тут приходится отрицать даже нервность, робость, излишнюю впечатлительность, ввиду единогласного свидетельства о том, что покойная не отличалась подобными слабостями. К предчувствиям близко примыкают так называемые телепатические случаи. При них предчувствие овладевает не самим тем лицом, которое потерпит на себе несчастье, а кем-либо из его близких. Известен громкий исторический факт по этой части с Юлием Цезарем и его женой Кальпурниейю. В ночь предшествовавшую убиению Цезаря жена видела его во сне израненного, кровавленно умирающего у ней на руках. Она рассказала ему этот вещий сон и умоляла не ходить в Сенат. Он только посмеялся над бабьими страхами. Отправился и был убит заговорщиками. Подобная же история повторилась с Аврамом Линкольном накануне своей трагической кончины он видел во сне, что спускается по лестнице между стен, задрапированных в черное. Он спросил, что это значит. Ему отвечали, сейчас застрелили президента в оперном театре. Сон был до такой степени яркий, что Линкольн тотчас проснулся. Наутро он рассказал о своем сновидении жене. И та умоляла его не ходить в театр. Но он не послушался. Постыдился послушаться. Пошел и попал под пулю Джона Бусса. Замечательный случай сбывшегося пророческого сновидения был с консисторским советником в Берлине, Берхарди. Это был здоровый, крепкий мужчина, лет пятидесяти. Однажды, в начале 1820 года, он рассказывал одному знакомому свой только что виденный сон. Ему снилось, что на него несется масса древесных листьев. Он подобрал один из этих листьев и увидел в нем надпись «Свое имя» и рядом с ним слова «Умер 1 июня 1820 года». Ни сам Берхарди, ни его собеседник не обратили никакого внимания особенного на этот сон. И точно забыли о нем. И однако же Берхарди умер как раз 1 июня того года. Барон Лазарь Геленбах однажды увидел во сне человека без чувств, которого поддерживали двое слуг. Наутро он отправился в геологический институт, дело было в Вене, чтобы повидать знаменитого минералога Гауэра, до которого у него было какое-то дело. Едва наступил в сене здания, как перед ним воочию предстало его сновидение. Двое служителей вносили в переднюю самого Гауэра, который только что отравился синеродистым калием. Доктор фон Гуден, придворный врач душевно больного короля Баварского, Людвига II, как известно, утонувший вместе с ним в Штенбергском озере, также видел перед тем вещий сон. В ту самую ночь, которая предшествовала ее поездке к королю в Гогеншвангау, ему всю ночь грезило, что он барахтается в воде с каким-то человеком. Он рассказал тогда этот сон своей жене, а та впоследствии передала его рассказ депутации Минхенского антропологического общества, явившейся к ней с выражением соболезнования по поводу смерти ее мужа, бывшего члена этого общества. Любопытный случай чрезвычайно сильного напряжения предчувствия сообщает о себе некто Марсель Стеризоль. В 1885 году он жил в Ардэше, в маленьком городке Виваре. В один хороший зимний день он вышел прогуляться по окрестностям. Он был в превосходнейшем расположении духа. Дела его шли в то же время как нельзя лучше. И вдобавок он только что получил письмо от своих родителей, живших за 700 верст в Керси, полное самых успокоительных известий. И вот, во время прогулки среди этого поразительного невозмутимого спокойствия и душевного равновесия он вдруг был точно огорошен оглушительным ударом по шее. Все его спокойствие и благодушие исчезло буквально в одно мгновение и сменилось смертельным страхом. Одна мысль, внезапно пришедшая, захватила его, и он тотчас громко вслух выговорил ее. «В городе меня ждет телеграмма, сейчас случилось несчастье». Он посмотрел на часы и затем полетел домой, не разбирая дороги почти по прямой линии. Его словно что подхватило и понесло помимо воли. Прибежав домой, он прямо спросил телеграмму, ему ее тотчас подали. В ней он прочел известие о скоропостижной смерти своего отца от аневризма. Депеша пришла как раз в ту самую минуту, когда с ним приключился за городом этот непостижимый пароксизм предчувствия. Тогда же Сиризол передает другому случай. Другой. Однажды утром дело происходило в Гренаде. Его жена рассказывает ему, что она не могла уснуть всю ночь, что ей все казалось, будто около нее была одна их знакомая, больная, умирающая. Эта дама, когда они уезжали из Франции, была жива и здорова. Муж успокаивал ее и сам скоро забыл об этом сне. Но госпожа Сиризоль весь этот день беспокоилась. Ей все казалось, что ее знакомка около нее все такая же хворая и умирающая. Когда вернулись во Францию, первое письмо, которое им попалось в руки, было извещение о смерти той особы, помеченной тем самым числом, когда приключилось сновидение. Передадим еще любопытный случай. Бывший в Бреселе. Умер один молодой человек, кончина которого была на время скрыта от его двоюродной сестры. Эта последняя ничего не знала и не подозревала. Сама она была совсем здоровая особа, никогда не проявлявшая особенной нервности, чувствительности и тому подобное. В день смерти после обеда, прибирая со стола, она вдруг увидела через окно на улице своего двоюродного брата. «Здравствуй, Луи!» сказал он ей. «Здравствуй, Винан!» ответила она и побежала отворять ему дверь. Но у двери никого не было. Думая, что кузен спрятался ради шутки, она стала громко и весело звать его, и в то же время крикнул своему отцу, что пришел кузен Винан. А отец, знавший о смерти Винана, с удивлением вышел к ней и спросил, в чем дело. Она передала ему, ничего не подозревая и немало не сомневаясь, что сейчас только видела Винана в окно и здоровалась с ним. Когда же отец сказал ей, что Винан умер, она просто не хотела верить. До такой степени реально совершилось все явление. Эти факты, в сближении с массой других таких же, и с массой случаев, ясновидений и тому подобных явлений, не могут быть оставлены в полном пренебрежении, как простые случайности. В этих явлениях что-то кроется. Невольно сам собой становится вопрос. Точно ли мы обладаем только пятью чувствами? Нет ли у нас еще каких-либо самим нам неведомых духовных способностей, которые вступают в свои таинственные отправления лишь в редких и исключительных случаях? Кому не случалось вдруг, без всякого видимого резона, вспомнить о каком-либо лице или о вещи, о которой давно и думать забыли, и как раз вслед за тем, встретить это лицо или увидеть ту вещь? Кому не приводилось внезапно вспоминать об отсутствующем близком и в то же время получить от него известие? Все такие совпадения, очевидно, относятся к той же группе предчувствий. Миша, следующее событие произошло несколько лет тому назад и в Ялте во время лечебного сезона. Богатый человек приехал в Ялту со своей семьей полечиться виноградом. Сначала семья эта жила в гостинице «Россия», а затем сняла отдельную дачу на берегу моря и там поселилась на несколько месяцев. Однажды в лунную августовскую ночь, к которому почему-то не спалось, а вышел из дачи и побрел по дороге, ведущей к водопаду Учан-Су. Отойдя на порядочное расстояние от дачи, он сел на край обрыва между двумя кипарисами и загляделся на картину природы, окружавшую его со всех сторон. Картина была поистине чудесная. Полная луна, отражаясь в море, чудными переливами разукрашивала его поверхность. Тихий шепот волн, полный чарующей таинственности, вызывал воображение целый рой неясных грез и волшебных видений. Было тихо и светло. На берегу, прячась в густой зелени парк, очаровательно выглядывали при легком свете луны ливадийские долины. С вершины горы доносился грохот водопада, напоминавший отдаленный говор толпы. Неподвижно сидел он на краю обрыва очарованной сказочной прелести южной ночи. Вдруг он почувствовал какую-то непонятную сердечную тоску. Ему пощудилось, что его семья, которая, наверное, спала крепким сном, находится в опасности. И едва эта мысль пришла ему в голову, как перед его глазами пристала вся внутренность дачи. Вот он видит свою жену, которая спокойно спит в своей кровати. Вот перед ним и детская, где также спят его дети с гувернанкой. А вот он и в кухне. Здесь он видит совсем иную картину. В небольшой корзинке тлеет древесный уголь. Он слышит запах дыма и гари. Вот раздается треск загоревшейся корзинки и показывается огонь, от которого загорается занавеска и деревянная перегородка, отделяющая кухню от комнаты прислуги. В одну минуту огонь распространяется по всей кухне и грозит перейти в следующие комнаты. Лихорадочная дрожь пробегает по всему телу его. И он бросается бежать по направлению к даче.